Продолжается формирование бюджета на будущий год. Какой будет статья доходов напрямую зависит от налоговых сборов. Пока они не дотягивают стопроцентного показателя, на курорте будут идти рейдовые мероприятия по неплательщикам. Важные социальные темы подняла заместитель главы Анапы Людмила Мурашова. 56% анапчан привиты от гриппа. Волна желающих защитить свое здоровье схлынула. Настало время убеждения. Я бы попросила поработать абсолютно всех вас, руководителей, со своими работниками. Нужно людям объяснять, что они должны сделать эту прививочку и защитить себя от такого заболевания, как грипп, в будущем. Разъяснительная работа с населением нужна и в вопросе противопожарной безопасности. Трагедия в станице Хомской, где в огне погибли семеро детей, стала страшным уроком. Сегодня, уважаемые родители и руководители, всем детям розданы памятки, проведены классные часы, проводятся беседы. Во всех учреждениях проведены внеочередные инструктажи по пожарной безопасности. Мы укрепили работу в этом вопросе по закону 1539 главам сельских округов. И, наверное, уже получили, мы разослали письма на то, чтобы обратить внимание. В первую очередь, внимание требуют неблагополучные семьи. В каждой из них надо побывать главам округов. С окончанием сезона работа с нерадивыми предпринимателями не закончилась. Службы освобождают город от брошенных некапитальных конструкций. Управление торговли совместно с Управлением архитектуры провело работу по явлению законности размещения этих объектов, соблюдение границ кадастрового участка и церевого назначения. Мы начнем, наверное, с Витязева, с Паралии и также курортных улиц Стамира, Светлая и Черноморская. Все выявленные комиссии и самовольно установленные павильоны будут демонтированы. Продолжение следует...